Друзья, осталось вырасти на 113%, чтобы снова достичь 20 тысяч долларов. Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди. 2019 год становится просто отличным годом для биткоина. Я думаю, что он запомнится всем как год накопления. Но давайте перейдем к биткоину. Биткоин на данный момент выглядит так, будто снова планирует покорять новые максимумы этого года. Мы уже практически добирались до отметки в 9,5 тысяч долларов. Кстати, об этом росте нас и предупреждал ММ Крипта около 10 дней назад. И мне нравится, что сейчас мы проходим консолидацию около этой вершины. За последние несколько месяцев мы очень сильно выросли. Сейчас цена биткоина составляет 9 250 долларов. Но самое интересное то, что в настоящий момент рынок следует тому же паттерну, которому он следовал в 2017 году. Как раз перед началом параболического роста в 240% за месяц с чем-то. Если мы переключимся на недельные свечи, мы можем явно увидеть этот сильно похожий паттерн. Сможет ли история повториться? Думаю, это самый главный вопрос на данный момент. И ответ на него будет в конце видео. А теперь перейдем к еще одному вопросу. Вам уже удалось за время падения рынка накопить один биткоин? Цена биткоина уже перевалила за отметку в 9000 долларов. Вы все еще можете позволить себе купить один биткоин? Или нет? За все время существования моего канала я уже неоднократно говорил о том, что биткоин в будущем будет стоить намного дороже. Даже тогда, когда он постоянно падал все ниже и ниже. Конечно, мы не можем быть уверены в чем-то на 100%, все может произойти. Поэтому мы должны оставаться более сдержанными, дисциплинированными и эмоционально свободными. Но я все еще настроен по быче по отношению к биткоину. Да и к рынку в целом. И одной из причин, почему я так думаю, является то, что биткоин это первый актив, имеющий абсолютно ограниченное предложение. Я также думаю, что это тот актив, который изменил ход игры. Золото, серебро, акции, облигации, деньги. Все это может обесцениваться. Потому что они увеличивают предложение по мере увеличения спроса. Бумажное золото уже давно не может быть обеспечено физическим. Если мы увидим увеличение спроса на биткоин, то мы точно знаем, что цена будет расти. Мы всегда знаем, когда появятся новые биткоины. Поэтому мы можем спекулировать ценой биткоина благодаря этой информации. Давайте вспомним о таком показателе, как Stock-to-Flow Ratio. Я уже упоминал его ранее в видеороликах. Это соотношение потока к запасу актива. В случае с биткоином, это соотношение биткоинов, которые уже есть, к тем биткоинам, которые добываются ежегодно. На графике это синяя линия. Но самое интересное для меня здесь то, как близка эта линия к графику цены биткоина. Благодаря этому графику, думаю, всем очевидно то, как можно спекулировать ценой биткоина в будущем. Причина, по которой я говорю обо всем этом, заключается в том, что уверенное движение буквально пробуждает чувство, как можно быстрее накопить один биткоин, пока это не станет поздно. На данный момент об этом думает большое количество людей, и я уверен, их становится еще больше. Также я уверен в том, что надежды многих людей успеть накопить один биткоин рухнули в последние несколько месяцев, после того, как они увидели этот безумный рост. Имея всего один биткоин, многие люди уже могут называть себя богатыми. Потому что биткоин, как минимум, переступил через отметку в 9000 долларов. Биткоин продолжит расти, и чувство потерянной выгоды будет терзать людей, оставшихся не ракетой, все больше. На самом деле, суть в том, что общего количества биткоинов никогда не будет достаточно, чтобы все существующие миллионеры могли купить хотя бы один. На данный момент мы имеем только 17,5 миллионов биткоинов. Всего будет 21 миллион, но при этом нужно не забывать, что около 4 миллионов монет было потеряно навсегда. Общее количество миллионеров в долларовом эквиваленте во всем мире составляет около 33 миллионов. Математика проста. В мире просто нет столько биткоинов, чтобы каждый из этих миллионеров мог владеть хотя бы одним. Намного меньше биткоинов будут иметь те миллионеры, которые родятся в тот момент, когда человеческое население приблизится к 10 миллиардам. Если вы можете приобрести хотя бы один биткоин сегодня, наслаждайтесь этим и благодарите жизнь. Вы – ранняя пташка в этом небе. Вы – один из немногих. Люди говорят об этой математике. Мне нравятся такие расчеты, потому что они доказывают, что у биткоина есть такая потрясающая возможность для роста. Это действительно только начало. Мы – первые жители в этой цифровой стране. И это правда, ребята, почему, когда прогнозируют цены, мало кто учитывает человеческую демографию? Они могут делать больше айфонов, больше компьютеров, больше автомобилей по мере рождения большего количества людей. Но никто и никогда не сделает так, чтобы биткоинов стало больше, чем было запрограммировано. Даже если на свете будет 100 миллиардов человек. Подумайте над этим. Сейчас появляется все больше возможностей как для розничных, так и для институциональных инвесторов заходить в криптовалюту. Намного больше возможностей. Даже больше, чем в 2017 году. Например, теперь вы можете купить и получить свои биткоины в приложении СКРАШ. Это приложение очень популярно в Apple Store, и я уже, по-моему, говорил о нем. Чтобы вы понимали, еще пару лет назад вы могли только купить биткоин в этом приложении, но не могли обмениваться им или использовать приложение как кошелек. Теперь вы это все можете? Это демонстрирует нам, что такого вида технологии становятся интереснее и функциональнее. Однако есть и капля дегтя в бочке меда. Большинство розничных инвесторов не впечатлены успехами биткоина в 2019 году. Розничные инвесторы все еще не берут во внимание то, что биткоин за пару месяцев смог вырасти до 9 тысяч. Они все еще помнят пик биткоина в 20 тысяч. И до тех пор, пока биткоин не превысит эту отметку, большинство розничных инвесторов до сих пор считают, что биткоин в перспективе упадет до абсолютного нуля. Синдром упущенной выгоды на бычьем рынке 2015-2017 годов не начинался, ребята, аж до апреля 2017, когда биткоин преодолел свой прежний исторический максимум – 1100 или 1200 долларов. Понимаете, к чему я клоню, да? Лично я думаю, что через несколько лет мы будем смотреть на биткоин, вспоминать 9 тысяч долларов и думать, что это было очень хорошее время для покупки. Но теперь давайте мы снова вернемся к показателю Stock-to-Flow Ratio биткоина. И опять же тот факт, что линия цены биткоина находится очень близко к этой синей линии модели, очень важен. Согласно этому графику, биткоин не превзойдет свой предыдущий исторический пик, пока не пройдет через халвинг, который произойдет в мае 2020-го. И согласно этой модели цена биткоина вырастет до 60 тысяч долларов. Плюс-минус. Это, конечно же, не стопроцентная информация, ведь, как вы видите, цена биткоина иногда была выше, а иногда ниже этой голубой линии. Еще я хочу сказать кое-что всем тем ребятам, которые, возможно, впервые закупились биткоином и сделали это в последние пару недель. Друзья, вы закупились во время эйфории. Биткоин сейчас намного горячее, чем был в последнее время, потому что вокруг него витало множество надежд. Я также советую вам не слишком удивляться коррекцией, которая может произойти, потому что если мы посмотрим на индикатор Realized Cap, мы уже не раз о нем говорили, то мы видим курс биткоина чуть ниже 5 тысяч долларов. И если мы посмотрим на последний трехлетний бычий забег, то увидим, что курс биткоина на биржах в продолжительное время не касался линии Realized Cap. И если мы увеличим график, то увидим этот практически параболический рост в последнее время. И он очень сильно отличается от всех предыдущих циклов. Рост цены произошел слишком рано. Поэтому если вы увидите коррекцию на процентов 15, то не удивляйтесь этому. Это вполне нормально. Да и вообще, я все больше убеждаюсь, что самая лучшая стратегия просто холдить. В итоге, я хочу поставить точку на вопросе, повторится ли бычий рынок 2017 года. Некоторые ресурсы, такие как AMB Crypto, предполагают этот сценарий как маловероятный. Бычий тренд в 2017 году был привязан к большим объемам торговли на основных биржах. А в настоящее время объем торговли биткоином не был столь значительным. Несмотря на то, что сходство многих индикаторов и трендов сегодня в 2017 году преобладает, этот бычий рывок может не дойти до ценового ажиотажа уровня 2017 года. Но несмотря на это, цена все равно продолжит расти. Так думает AMB Crypto, если что. Ну посмотрим, будут они правы или нет. Это все на сегодня, надеюсь видео вам понравилось. Если это так, то не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, телеграм, а также написать свои комментарии, если вам есть что сказать. Делитесь видео с друзьями, зарабатывайте и богатейте. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok